Ты кто такой? И что ты делаешь в моем подвале? Я добрый клоун! Это все не по-настоящему! Тебя не существует! Уходи! Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, догадываюсь, кто это Началось! Субтитры сделал DimaTorzok Ты думал, что твоих слов о том, что я исчез, для меня не существует достаточно? Нет, Гордей! Я просто затаился! Я ждал! Я ждал того момента, когда ты будешь не готов и чтобы появиться вновь! И чтобы ты испытал еще больше страха! Нет! 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 Тебя не существует! Нет, Гордей! Я реален! Я реален! И это не поможет тебе в этот раз! Нет! Мне это все кажется! Беги! 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 Чем больше ты от меня бегаешь, тем больше ты боишься и тем я сильнее! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Нужно быстро пробежать! Скажи, я ненавижу эти подвалы! Ну, интересно! Нужно проверить свет! Он работает! Я должен найти следы этого клоуна! Нет! Это все не то! Откуда здесь столько барахла? Это все не то! Нужно следы клоуна найти! А это что за вещи? Ух ты! Что такое было? Кажется, я помню, откуда она здесь взяла! Ох, ну и тяжесть! О, папа, что ты за вещи тащишь? Да это вещи с бабушкиного чердака, сынок! Она попросила помочь, я сейчас их в подвал быстро отнесу и все! О, что это такое? папа нет не папа я становлюсь сильнее с каждой секундой хух я так больше не могу мне нужно узнать откуда он взялся надо посмотреть в интернете а если найди мне информацию про страшного комната который меня преследует сейчас найду это не то так интересно посмотрим давным-давно жил один дом был очень хорошим добрым и очень любил свою работу «Ой, ну как же мне повезло! Просто я самый счастливый клоун на свете! Привет, мои любимые! Я снова с вами! Как хорошо, что вы здесь, полный зал! Начнём наше представление!» И он выступал на публику. Ему это очень нравилось. Зрители это очень любили и смеялись над каждой его шуткой. Смех и радость, которые он доставлял людям, мотивировали его. От этого у него на душе становилось тепло и радостно. И он был готов отдать себя полностью ради других. Но со временем его шутки стали надедать людям. На его выступлениях стало приходить всё меньше и меньше народа. А оставшиеся зрители стали разочаровываться в его номерах. И уходили из зала прямо во время представления. «Постойте! Куда вы? Я ещё не закончил своё представление! Пожалуйста, вернитесь на свои места! Куда вы?» И в этот момент всё очень сильно изменилось. Если вы не хотите, чтобы я смешил вас, тогда я буду вас пугать! Каждой краяточкой своего тела вы будете бояться меня и подпитывать! Да, мне будет это нужно! И это будет намного больше приносить удовольствие, чем ваш гадский смех! Ахаха! Теперь я посмеюсь! И тогда он начал приходить к детям и пугать их. Он появлялся в их детских комнатах. Появлялся в парках. Он появлялся в подвалах. Он появлялся везде, где дети были одни. После чего они начали пропадать. Но, к счастью, в один момент старая цыганка из его цирка поняла, кем он стал на самом деле. Она решила его остановить, сделав ему подарок в качестве красивой шкатулки. Тем самым обманув его и заточить в этой шкатулке его навсегда. Что? Подарок? Мне? О, не признали мою власть! Ха-ха-ха-ха-ха! Какая красивая шкатулка! Интересно, что же в ней? А-а-а-а! И в этот момент все закончилось. Пропавшие дети снова вернулись домой. О страшном клоуне забыли. Шкатулка много лет хранилась от людских глаз. Клоун был заточен в ней и не опасен. Но стоит помнить, что шкатулку ни в коем случае нельзя трогать. И тем более приносить в дом, где есть дети. В противном случае зло опять проснется. Это я нашел его слабое место. Это шкатулка. Какое интересное кино! А-а-а! А игроктер просто супер! Мне нужно как-то в отвал попасть. Нужно позвать своего папу. Ой! Ку-ку, Гордюша. Скучал по мне? Ну давай с тобой поиграем. Здесь немножко пахнет, но ничего. Это не будет нам мешать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А смотри отсюда, Клоун! Еще увидимся! Папа, папа, ты мне не поверишь! Да, поверить тебе, сынок, сложно. Рассказывать тебя с каждым разом все страшнее, страшнее и интереснее. Но я тебя выслушаю, ну давай. Я зашел в подвал, я нашел шкатулку. Кажется, я знаю, откуда я там клоун взялся. Опять клоун? Мы в прошлый раз с тобой все посмотрели, во многих местах его нигде не оказалось. Что ты сейчас хочешь, чтобы мы еще раз с тобой все прошли и посмотрели? Нет, нет, когда я был в подвале, я нашел шкатулку. Когда до нее я дотронулся, этот клоун появился. Я тебе покажу, и ты сам все увидишь. Ну ладно, пойдем, я все равно ничего не делаю, в телефоне сижу. Пап, сними мне эту футболку, она меня уже комнатой достанет. Что, хорошая футболочка красивая? Ну ладно, если ты хочешь, я пойду переоденусь. Ну вот, как ты и просил, я переоделся. О, ладно, иди так. Ой, ну давай посмотрим, где там твоя шкатулка. Только свет давай включим. Вот, видишь, сейчас свет работает. А когда я поднял шкатулку, он погас. И в темноте этот клоун на меня набросился. Что, прям там? Ну пойдем посмотрим. Вон она лежит, смотри. Да нет, сынок, вроде обычная шкатулка, в ней ничего такого нет. Ух ты, это что такое было? О, пап, смотри, он здесь. Надо было поверить сыну, папа. Папа? Ты где, папа? Кажется, клоун похитил папу. Я должен найти способ вернуть папу. И заточить этого клоуна обратно в шкатулку. Как ты уже понял, мой дорогой друг, история на этом не закончилась. Поэтому, если ты хочешь продолжения, то поставь лайк под этим видео и подпишись, пожалуйста, на канал. Дальше будет еще страшнее. Субтитры сделал DimaTorzok